доброе утро вот как все выглядит днем магазинчик вечера морсика купил облепихова кафешка сходил помылся пока шел мы сейчас одну красавицу тут увидел покажу если не уехала если конечно хозяин будет не против так что я не пойму где она может уже уехал это не уехал не хотелось смущать хозяина короче есть 500 к 500 под травом на алтайских номерах я когда барнауле ты отдел мне сказали что тоже продали в новую под трал мы идем своей красавица утренняя прикурка идет у кого-то с батарейками хреновенько прикуриваются пацаны а мы вот так стоим нас вроде как пока с батарейками все хорошо идет у нас снежочек мелкий паскудный короче наша езда по сухому по моему заканчивается наша езда по сухому заканчивается ну сейчас судя по парности градусов 3 наверное так не смотрел сколько температура это ребята тут уже по ходу давно стоят неудобняк как-то подходить человеку что-то там спрашивать знаю может сходить там он завтракал надоедать по такая же самая только двуногая у него с 500 но он видно что с иркутска идет потому что все кто с иркутска они все в снегу замерзшим пьем чай завтракаем но прикурили и будем ехать что потихонечку не спеша пока светло так все мы готовы ехать прошу не обращать внимание на внешний вид в тулуне мы все исправим сейчас едем в тулуна там к ленке к сестренке помыться постираться все дела время у нас без двадцати девять будем заводиться но что хочу просили в комментариях короче попытаюсь своими словами сейчас объяснить чудо дуна за фишка с этой к системой оценок кстати на улице 0 но вот смотрите вот на панели выдает было 4 граф и вот движение по холмистой местности торможение тормоза что-то там с тормозами связано и дистанция ну как бы результаты далеки от идеальных но это вчерашний день это вот с чунского сюда вода этой стоянки у петра как бы там потому бездорожью особо то ничего не заработаешь все короче мы это дело сбрасываем можно заводиться вот потом по итогу она выдает за день можно посмотреть в телефоне скане fmp там все данные я потом скрины приложу участка на поедем тоже объясню по каждому что там по каждому вот первое что я в чем я был сильно удивлен что сканер занижает оценки вот это в общей сложности там есть такая графа режим холостого хода вот сейчас я приложу скрин здесь видите цифра вот режим скала скоростного хода у меня тут совсем хреново и по итогу вышла c результат в секторе c я закончил почему потому что заводил машину долго стоял прогревал то есть гонял аккумулятор и в этот же день поехал вот как рекомендует сканер даже в мороз машину завел минутка две поработал и поехал вот на минутку поработали я говорю а как там лучше потихонечку не спеша давайте будем пробовать то есть если большой мороз у нас же есть здесь возможность автономка то у нас мокрая и можно пускать на двигатель за частом до выезда запустил ее по большому кругу тепло двигатель прогрел и в общем-то греть ты ее и не надо все остальные нюансы там я особо рассказывать не буду просто покажу проходили мы на эту тему специальное обучение вы естественно онлайн что я что миша нет топливо не планируем сдавать вот сейчас поедем вот давайте возьмем за нижнеудин зайдем и затем уже вот сюда залезаем в эти баллы посмотрим чем мы тут наделаем до нижнеудинска но тоже сейчас еще будет смотреть за дорогой видите у нас идет снежочек 0 то есть баллы баллами но дорожная обстановка сейчас выйдем на асфальт все увидим если на дороге будут скользко значит ретарду мы отключаем торможение ретарды при нем применять не будем это не целесообразно на скользкой дороге вернее даже это опасно ну судя потому что я уже вижу дорога у нас скользкая да вот у нас тут рычажок ретарды все ретарду мы отключаем и отключаем дистанцию вот эту функцию тоже опа чтобы не было в случае чего-то непредвиденного машина не била в тормоза сама может быть она и не очень скользко хотя самая паскудная скажем так погода 0 мелкий снег все это укатывается прикатывается сейчас потихонечку будем разгоняться здесь вот тоже большая стоянка до давайте мы наверно маленькую пропустим а то он там сзади за нами все равно я сильно не разгоняюсь тихонечку пускай едет ну давай ты уже разуй пока мы здесь прогреваем так сказать мосты с коробкой к если резко даст газку подать вот чуть-чуть шлифанула даже умеете на панели выскочила в общем дорожка у нас сейчас будет скользковатенькая вспоминаем как зимой ездить то привыкли лето сухо дождь пошел уже недовольные короче погнали продолжим разговор о баллах а оценках вот давайте игру после нижнеудзинска и тогда уже окончательно по этим по финальным этим всем расскажу покажу там остальные скрины ну а пока погнали знаете было накатано именно там здесь все сухо поэтому обратно включил ретарду выставил круиз да требует система оценок требует езда на круизе езда на круизе как-то подразумевает как бы что ты контролируешь ситуацию все дела и даже интересно посмотреть мою вчерашнюю что она мне там выдала я свою вчерашнюю езду сейчас тоже вот вот сейчас скримом приложу больше мы тут видим решение скорости не движение накатом c вот режим холостого хода d потому что я сегодня вот вчера вечером утром я заводил машина молодила круиз-контроль тоже выдала b в принципе ну там по бездорожью на круизе особо не поедешь в общем если бы там не заводил не прогревал закончил середина сектора b хорошо если бы режим холостого хода то есть машина не молодила вывести а в принципе не день мы закончили а а это плюс денежка по суточной зарплате сколько говорить не буду но прибавках пенсии хорошие ну и соответственно если закончить секторе c но соответственно это же только уже отбавка от пенсии и тоже хорошая вот вот ну пока мы в общем то ничего не насобирали пока вот тут буквально только выехал видите только 37 процентов движения по холмистой местности одну горку я проехал некрасиво и ей не понравилось вот едем посмотрим что у нас будет после нижнего узинска а забыл сказать у нас 10 10 20 суббота и до иркутска нам 580 километров не знаю сегодня до иркутска поедем не поедем вряд ли наверное внимание разобран мост о как так есть вот тормозим ретарный слуха тормозим заранее в общем вся эта штука подразумевает заранее торможение заранее сброс газа если где-то вот горки какие-то еще что-нибудь короче скажем так привыкал но недели три наверно а тут же еще надо совмещать как мостик деревянный совмещать приятное с полезным то есть и съемки и эта фигня но ну если так особо говорю не заморачиваться на эту тему то в общем то в секторе b в принципе заканчиваешь всегда но взять финансовая подопрека есть поэтому если есть возможность можно и постараться тем более когда бывает таких вот на таких дорогах расстояние большие особо тут снимать нечего едь себе балуйся развлекайся вот это все конечно упадет дистанцию да контроль дистанция да или как она короче вот это торможение она выдала сто процентов но само-само упадет все больше туда не заглядываем заглянем после Нижнеудзинска задурывал вам тут уже голову а еще пока не забыл вы на этот расход 58,1 то вы не смотрите это у меня расход за 193 километра вот что я проехал но это все учитывается 9 дней моего стояния все дни что я заводил два раза в день по часу полтора машина молотила это все она считает вот она его постепенно сбрасывает даже интересно сколько она сбросит и Иркутска потому что я когда туда приехал я обнулил все свои показатели как бы я-то думал что у меня рейс закончен а здесь вот видите сейчас 58 я выезжал у меня там вообще расход был 999 вот постепенно сбрасываем посмотрим сколько до Иркутска скинем с учетом это получится расход с 11 тоннами на это расстояние с учетом простоя 9 дней холостого входа машины тоже машина солярку дожгла автономка солярку жгет а все 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 считает ну автономку может и не считает конечно хотя не знаю датчики то в баке стоят что солярка то уменьшается насчет автономки не знаю не скажу а это все все считает до миллиметра до храма захочешь обмануть не обманешь все ладно едем будем самосвальчик обходить да давайте наверно подкинем чтобы успеть его обижать пока есть возможность а здесь как то вот и совсем видите и снега не видно успеем успеем я подходил потом к этому коллеге своему сна с 500 но сфоткал в инстаграм чтобы выложить фотографию он сказал что за тулон вот вчера от иркутска выехал километров 50 от иркутска отъехал говорит такой снегопадище такая метель такая извиняюсь за выражение полная опа и в километров 40 до тулона все как вот черту пересек все сухо все классно все очень чинарем поедем посмотрим что нас там ждет ну я вроде по прогнозу смотрел у нас вся эта хрень наша ушла впереди у нас должно быть сухо а для чего тут вертолетная площадка сюда местные на охоту какую-нибудь пролетают на вертолетах для чего то что она тут есть река Алгаш на рыбалку вряд ли судя по реке Алгаш и вот там нижний ухудинск здравствуйте час десять понадобилось сюда доехать пройдем его и тогда тут тихо 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 право руки уже ничего не видим и парни вчера где-то вот уже все все вот контейнер сзади все в снегу видно где-то там в районе края тоже снег вчера валил а нам пока форти 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 кто не сдает возьму купи продай никто не отменял форти форти перегород знак на 40 и ставьте хочешь на в этом анекдоте камера стоит скорости 40 км в час я в курсе я в курсе что 40 заправляет нет пока мы будем где-то перед иркутском заправляться придется заливаться куда ни день куда не денешься был расчет на то что мы выкинемся и назад нам хватит вытяну я думаю за эти 9 дней я пару сотен спалил с этими всеми заводками автономка все дела ну просто видео так тут у нас застрянка подождите а если я не ошибаюсь у нас же здесь не чунать еще доуда или я ошибаюсь что я совсем запутался следующий мост следующий мост лужа замерзшая за бортом ноль все равно пока ноль показывает да у да а чё я там наговорил что здесь чуна течет или у да потом в чуну впадает вот скорее всего сейчас смотри куда тоже широкая короче надо карту смотреть пацаны вон на лодочке рыбачат по центру в общем тут тоже это все было в воде тогда даже через этот мост вода переливалась я сегодня не представляю и пристаю поражаться какой подъем был воды огромнейший в тот в тот момент просто охренеть а а а а суббота здесь с утра 10 уже людей практически не видно все отдыхает а вот все отсюда грузовики идут всех морды залеплены которые вчера попали в этот катаклизм после иркутска держитесь на главной дороге да держимся держимся и держимся другой дороги все равно нету ну видите мерседеска тоже он вся весь облепленный льдом замерзшим так ну что тут у нас ну короче вот результаты далеки официального конечно 75 72 98 расход упал уже до 50 40 40 километров в час вот ну а в итоге вот на следующий день можно смотреть вот скрины вот в основном вот да заканчиваешь вот так вот в б вот есть где вот есть где даже видите тут движения накатом вообще никакого режим холостого хода тоже плохой по холмистый даже что-то там это еще как говорится учился вот вот так что вот я же говорю здесь вот 6 показателей превышение скорости были или нет то есть вот с горы если будешь пускать ее за сотку то есть выше 90 90 ограничений то это занизит оценки вот режим холостого хода я говорил что если машина молотит на холостом много тоже занизит предвидение это вот эти там торможения то есть своевременный спрос газа чтобы вот не то что ты газу из-газуешь и потом раз резко в тормоза бьешь как бы накатом подкатываешься но движение накатом все понятно движение на круиз-контроле сканер требует ехать на круиз-контроле то есть как бы когда ты едешь на круиз-контроле значит ты контролируешь дорогу ну соответственно не в гололед все эти когда вот какие-то даже когда дождь идет я на круизе не еду ну и движение по холмистой местности то есть где-то вот бугор пред бугром сбрасывать скорость короче вот как-то так примерно ну вот привыкал не на недели три а сейчас в принципе даже самому интересно вот едешь развлекаешься балуешься там этими где-то газ бросишь где-то там ретардой тормозили уже где-то там подкатишься накатом где-то то где-то все по обстановке что там у нас встречка 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 ну и предвидение это дистанция вот вот если ты дистанцию соблюдаешь там в машинах перед затормознула что ты резко в тормоза не бишь короче вот вот такая тут ноу-хау ну начальство приказало владеешь из вариантов не столько в плюс главное что в минус не залезть с этим строго бабусики заберут тут хороший спуск правда симпатичный такой после нижней узинской здесь 110 до Тулуна И что там Как раз в 12 подрулим Пару часиков Свои дела там поделаем С сестрой повидаемся С малыми Поговорим Поедем потом Сегодня едем до темна До Иркутска не поедем Едем до темна Начнет темнеть и в стойво Железяка тоже топчет хорошо 84 иду на круизы И мы с ним практически равномерно Валим На восток РЖД Очередной ремонт Ну тут Наверное с 3 ремонта уже проехал И вот новое все Лепят Лепят Ложат Кладут Укладывают Вот тут небольшой Прадос со светофором С реверсом 50 до Тулуна осталось 54 А сено Что-то забыли поубирать Сейчас снега насыпет Потом И может до весны Будет лежать Что-то покидали Покидали Сейчас обгонит У меня-то ремонтов нет Чего он там поволок Лес Контейнера Лес Что еще в принципе Можно в том направлении Цянусь Наверное в этих вагонах Уголь какой-нибудь Вид на Тулун открывается Здрасте С высоты птичьего полета Сейчас мы тут задержимся Часка на 3 Сейчас пол 12 Нормально Сюда ехать 390 верст остается Ого Сколько снега зацепил вчера А нет Это не снег Это уже Утепление идет Зимнее О Скамейка Старушка Ни прошлого Ни позапрошлого Ни позапрошлого Наши поколения А позапозапозапозапрошлого Прошлого Не знаю Наверное сейчас На этой стоянке Встанем Что-то там Возле той Рост нефти Часа на 3 На дороге Беспризорно Кидать Но как-то Потом чувствуешься Слегка неуютно Заедем На эту стоянку Где ночевали Там машину кинем Ну да Трикутск 389 У меня до точки 391 Км Что нам сказали Не разобрал Регулирует Красноярск Прямо На кольце Не уехал Подарился В Пратск Например Я вообще-то не знал Ту дорогу По которой Я ехал Если с ней сделать Человеческий Виктор Привезти Асфальт Крация Нам не нужна Асфальтом Там все дела То я думаю Что в том направлении Вот тут Брат Куску Там бы машины шли Насколько короче Получается А тот же Чунский Получается Посередине Что Ставь там Стоянку Какую-нибудь Кафе Все дела И Вот еще Места Дополнительные Рабочие Пусть немного Но все равно Но это Сколько надо Денег вложить Весь этот участок Заделать Через 300 метров 255 Держитесь Левее Центр прямо Знаков нету Запрещающих По прямой Используйте Используйте Второй поворот Налево Используйте Второй поворот Налево Пусть мне прямо К Ленкиному дому Рвануть На машине Не, я думаю Это уже будет 3,8 километра Совсем нагло С моей стороны Где-то стоянка тут слева На выезде Позы очень вкусные Да, она будет как-нибудь Откушать Я сильно сомневаюсь Что мы пойдем В восточнее Иркутска В общем, даже вот Просто интересно Сколько же мы будем Печевать-то в нем То, что нас в Иркутске Выгрузят Не знаю Даю одну десятую Процента на это Это нереально Варианта два Либо они все-таки Эту зону там откроют Таможенную Склад сделают Но у них что-то Очень сильно Не получается Так мне сказал мастер Либо мы будем ждать Либо мы будем ждать Пока все 16 Там 18 машин Соберутся Вот она стоянка Заеду сюда Тут поставлю Тут поставлю Приедет Заберет Ленка на машине Спасибо, брат Изменение машины Тут недалеко 5 километров Проехать Зато у меня будет душа Спокойнее За хлеб и кашу Да Какой чумазенький Омский Смотрите Где-то он хорошо По глине давал Американцы Все Будем звонить Пол 12 Посмотрим Во сколько Вы едем Субтитры сделал DimaTorzok